Я Михаил Хайкин. Родился на Украине. У нас в семье было 4 детей, 4 детей. Старший брат мой в 1940 году ушел в армию, стал офицером Советской армии. Сестра моя училась в городе Чернигове в университете. Я, мать и отец и младший брат перед войной остались в городе Мена в Черниговской области. Начало войны для нас было неожиданностью. 21 июня мы по радио услышали доклад Молотова о том, что началась война, что Германия напала на Советский Союз. Мне было в то время 16 лет. Я окончил 8 классов в украинской школе в городе Мене. Когда началась война, мы с друзьями и учениками заинтересовались, что нам делать, молодежь. И пошли в военкомат. И увидели о том, что в военкомате идет призыв Красной Армии. Мы были комсомольцами, преданы Советскому Союзу. В одного из парней отец был начальником завод-конторы, которая заготавливала овощи. И там мы устроились работать, трое моих друзей и я. Потом перешли работать в другой участок, потому что людей забирали в армию, некому было работать. И мы, молодежь, начали работать. Я работал на подвозке продуктов из-за склада в магазины, потому что все были мобилизованы в армию. Значит, старшего брата, его место расположения мы потеряли. Он учился в Киевской зенитной артиллерийской училище. И во время войны вести от него никаких не поступало. Сестра в это время находилась в Чернигове, тоже далеко от нас. 22 августа с работы пришел отец и сказал, чтобы мы немедленно уезжали, потому что немцы поступают к нашему городу. Значит, мы этому не верили. Но он настаивал, говорил, Миша, иди, бери своих лошадей, которые ты обслуживаешь. Бери маму, бери брата. В это время пришла с Черниговой сестра. И отсюда уезжайте, потому что завтра утром в нашем городе будут уже немцы. Ввиду того, что я умел управлять лошадьми, я пошел, взял телегу лошадей, приехал домой. И, значит, мы все, я, мать, брат и сестра решили уезжать. Вместо того, чтобы что-то взять с собой в дорогу, я, как умеющий, и знаю уже, как с лошадьми обращаться, нагрузил на телегу три мешка овца. А все остальное мы в чем стояли, взяли документы, сели на телегу и поехали. Кстати, нам надо было ехать, чтобы уехать от наступающих немцев, нужно было переехать реку Десну к притоку Днепра. Всю ночь мы ехали на лошадях. Одновременно с нами ехали, не ехали, а шли скот, которого гнали с колхозов, потому что бы не оставить немцам. Коровы, козы, лошади, все гнали с колхозов на восток. Вместе с ним и мы пристроились. Когда мы несколько дней ехали, мы сумели доехать до города Бахмач. Это узловая железнодорожная станция на Украине. И в это время налетели днем немецкие штурмовики. И они стали бомбить железнодорожную станцию Бахмач и рядом расположенную станцию Конотоп. По этой дороге очень много двигалось отступающих частей советской армии. Особенно это госпиталя и тыловые части. И после того, как они разбомбили эшелоны на железнодорожной станции, они начали обстреливать тех, кто ехал по дороге. В том числе и мы были на этой дороге. Мы бросили своих лошадей, и чтобы спастись, убежали в огороды, где в это время росла картошка и другая растительность, где можно было спрятаться. И мы спрятались. Мы спрятались. Эти штурмовики пролетели несколько раз по этой дороге. Было очень много жертв. И когда они улетели, мы вылезли с укрытия. Нету ни наших лошадей. Поломана наша телега. И мы остались без средств передвижения. Моя сестра, старше меня, она говорит, Миша, пойдем в колхоз, который находился недалеко от этой деревни, и будем просить, чтобы нам заменили телегу, чтобы нам помогли. И так мы сделали. Мы пошли в этот колхоз, нашли, это было воскресенье, выходной день, нашли председателя колхоза, и им рассказали о том, что мы бегем от немцев. Что мы евреи, и мы боимся остаться, потому что могут нас уничтожить. Рассказали председателю колхоза, что у нас сломалась телега, что у нас убежали лошади, чтобы нам чем-нибудь помогли. Значит, он подумал, подумал, у сестры был подарок от брата, планшет военный. Он заговорит, если вы мне дадите планшет, я вам помогу. Ну, хорошо, сестра, потому что у нас еще больше не было. Сестра отдала ему планшет, он пошел, нашел специалиста, кузнеца колхоза и сказал, иди посмотри, что можно этим людям помочь. Пришел, посмотрел и говорит, что вот у вас сломана тяга у телеги, а ваши лошади, он пасутся, и он показал пальцем лошади, которые сломали телегу, и недалеко пасутся. Пошли мы, нашли лошадей, привели лошадей, он пошел к кузнецу, какой-то штыр сделал, пришел, поправил нам телегу, запрягли мы лошадей, и сестра говорит, «Мы уже центральной дорогой ехать не будем, мы будем ехать проселочной дороги». Говорит, «Хорошо, давай так и сделаем». Начали ехать проселочной дороги. Ну, все, что нам надо было, люди нам неплохо принимали, потому что у нас кушать было нечего, нам давали хлеб, нам давали что-то еще там, и сало давали, и все, потому что мы ехали на восток уже без общего потока людей, которые на центральных дорогах были. И таким образом мы доехали до Белгорода, железнодорожной станции с мечтой стесли в железнодорожные вагоны и уехать на восток. Когда мы подъехали к Белгороду, там было очень много людей, таких, как и мы. И люди начали садиться в пустые железнодорожные вагоны товарные. И в этот момент на Белгород налетели стурмовики и бомбардировщики немцам. И началась бомбежка. Началась бомбежка, уже мы не могли там ничего сделать. Собрались несколько сопровождающих нас тоже на телегах. Поедем на восток. На восток, на восток. И вела нас, штурманом была моя сестра. Она старше была у меня на два года. Она больше понимала. И поехали мы. На восток. Куда на восток? На восток. Все. Люди ехали, и мы с ними ехали. И мы были в пути где-то с августа месяца по октябрь месяц. И мы доехали до города Воронежа. Сначала там старый Оскол, новый Оскол города, а потом Воронеж. Мы знали, что Воронеже это большая станция железнодорожная. И мы, может быть, это... Потому что на лошадях уйти от наступающих немцев не могли немцы. Все время наступали, наступали, наступали. У Воронежа был пункт, который руководил всеми вот этими эвакуированными. И там организовывались эшелоны железнодорожными вагонами, товарными, специально предназначенных для отправки таких беженцев, как мы, на восток. Сдали мы лошадей, получили расписку, что мы сдали телегу, сдали все, записали наши данные, все. И сказали, что вот ваше место, идите на эту станцию, там железнодорожные вагоны, и вас посадят в железнодорожные вагоны. И так и было. Посадили наши железнодорожные вагоны. Не успели мы сесть, как приехали санитары, и с нашего вагона начали умерших стариков выносить. Туда, в этот вагон, грузили под четыре, под шесть семейцев. Старики не выдерживали, и вместо того, чтобы куда-то ехать, мертвых выносили из эшелона. Вынесли, все, началась отправка. Несмотря на такое тяжелое положение, нам давали горячий, значит, чай, кипяток, давали хлеб, и сахар, по-моему, чтобы давали. Потому что кушать не было что. Это уже государство беспокоилось. Кто организовывал этот отъезд? И сказали, мы вас направляем в город Ташкент. Ташкент? Хорошо, пусть Ташкент. Очень тяжело мать переживала, мама. Она болела, больная была, и все эти события очень сильно сказывались на ее здоровье. Все поддерживала моя сестра, настроение, и все. И в этом вагоне, куда мы погрузились, погрузилась еще одна семья из того города, откуда мы выехали. Они тоже на лошадях ехали, и мы встретились там, в вагоне, прямо в вагоне. Ехали мы поездом, наверное, на неделю или две по направлению Ташкента. Не дождяя Ташкента, эшелон повернул и сказали, что нас будут везти в Новосибирск. Значит, вместо Ташкента наш эшелон, в который мы ехали, сказали, будет направлено в Новосибирск. Нам объявили об этом. Мы были голые, раздеты, потому что мы бежали, в чем стояли. Без зимней одежды, без ничего. И мы встретили одну семью в этом же вагоне. И там был муж, старший наш. И он говорит, если мы поедем в Новосибирск, там холода сумасшедшая, мы там замерзем. А мы ехали по железной ветке от Ташкента до Новосибирска. Там было тепло. Это был октябрь месяц. И он говорит, давайте мы здесь встанем. И тут мы обоснуемся, пока идет война, потому что там мы замерзли. И ночью мы с этого вагона вместе с ними выгрузились. А эшелон ушел. Мы остались на железнодорожной станции. Даже не знаю, даже название сейчас не помню. Но краном в случае к утру был там железнодорожная станция. Был там, значит, поселок. И, значит, пошли, значит, к местным властям, чтобы нам помогли где-то обосноваться. Сначала нас не хотели принимать. Сказали, у вас направление в Новосибирск. Вот придет поезд, садитесь и едьте туда, куда пошел эшелон. Мы не хотели никуда ехать. Мы говорим, мы тут останемся. Он говорит, если вы хотите тут остаться, вы тут не останетесь у нас в этом поселке. В колхоз. Хотите? Мы вас направим в колхоз. Хотим в колхоз. И вот нас две семьи решили, значит, ждать. Мы вызовем, значит, транспорт из колхоза. И вас заберут в колхоз. Он, председатель, там звонил куда-то. Приехали, значит, две телеги, запряженные уже не лошадьмы, а быканы. Посолы, кто сидели нас. И мы поехали ночью. Ехали мы, наверное, километров 10-15. И мы приехали в поселок. В колхоз. Утром, значит, нам дали помещение, где переночевать. Утром оказалось, что это корейский колхоз. Одни корейцы. По-русски разговаривает только председатель и бухгалтер колхоза. Да. На утро, значит, пришел председатель, по-моему, по-русски говорит. Значит, вот такое у нас условие. Если вы будете работать, вы будете получать от нас паек. Каждый день. Если вы не выйдете на работу, утром, вечером за паеком не приходите, потому что вам ничего не дадут. Вот такие условия поставили нам в жизни. Мать больная работать не может. Младший сын, значит, мой брат, ему 11 лет, он работать не более. Значит, работать могу я, мне 16 лет, и сестра. Корейский колхоз специализировался на выращивании рыса. Рыс раньше садили не так, как сейчас. Заливали водой ячейки. Водой. Высаживали рассаду где-то, и для того, чтобы вырос рыс, вот эту рассаду залазили в воду, в эту ячейку, и втыкали в землю. Это посадка была, это самое. Ну, корейцы, они привыкли к этой работе, они работали, это самое, мы, конечно, к этой работе не привыкли. Пошла сестра, представитель говорит, я кончила три курса педагогического института, это самое, по русскому языку и литературе. Он обрадовался, говорит, о, у нас есть школа, у нас нет преподавателя по русскому языку этого. Пойдет в школу, это самое, преподавателем это самое. Но боек, ты будешь получать 50% от того, что будем давать тот, кто работает в поле. Ну, пусть так. А ты, молодой человек, мне это говорит, будешь работать наравне со всеми. Что значит со всеми? В это время пришел приказ, Украина была оккупирована, нужно было увеличивать посадочные площади. А там, чтобы что-то росло, нужно было рыть арыки, каналы, по которым надо было пустить воду. Вот ты поедешь вместе с этими людьми нашими и будешь рыть эти самые арыки. Это уже наступил декабрь месяц. Уже все стало замерзать. Для того, чтобы рыть эти арыки, надо было лом, кирку и лопату. Ну, пища, значит, со мной поехал, вот с этой семьи, еще один мужчина со мной поехал туда, чтобы рыть. Это не в самом колхозе, а это километров, наверное, 5-6 от колхоза было. Но пришлось начинать работу, жить надо было, вырыли бараки, там помещения не было, вырыли в земле, значит, это самое, такие типа каналы или что, брезентов закрыли. И самое страшное, чтобы были, что кормили корейской пищей. Что корейская пища? Это рассыпчатый рысь без соли и салат, ихний салат корейский. Это такой горький, столько там перца, столько там всего, что мы не могли ничего кушать, вдвоем, скажем. Начинали решать, что делать, мы тут умрем без пищи. Не идет эта пища нам, которую они начали. И через некоторое время, через неделю, еще пши забились у нас. Он говорит, надо бежать туда и просить председателя колхоза, что нам это не подходит, работа. И в одну ночь мы с ним ушли. Ушли нам надо было пересечь железнодорогу, и там был небольшой, значит, железнодорожный узел, на котором были установлены обжаривающие специальные установки. Те, кто проезжал и тот, кто рассекомый, в общем, заводился, там можно было за 15 минут обжарить всю свою одежду и, значит, выкупаться в душе. В этом колхозе уже мы прожили полтора года. И вдруг получаем и повестку с военкоматом о том, что я должен пойти на подготовительную программу, была 110-часовая программа, ознакомлением с оружием. Перед отправкой на фронт, значит, обучали, вот мне было 17 с половиной, а брали 18. И вот эти полгода там собирали, такие, как я, из других колхозов, рублой национальности, все, кто подлежал призыву, и обучали устройство винтовки, стрельбы, там, прочее. И все, эта учеба шла вечером. А днем мы ходили и собирали эти самые урожаи. Там был казахский колхоз, и мы собирали урожаи. И вдруг пришла ко мне моя сестра и говорит, Миша, мы получили письмо, не письмо, телеграмму, от родственника из Иркутска, где три слова написано. Миша, где ваша семья? Телеграмма. Я говорю, так а кто-то прислал телеграмму. И подписана эта фамилия Бугуславская. Бугуславская, это с Иркутска, телеграмма. А Бугуславская, это родная сестра моего отца. Они жили в Днепропетровске, работали на обувной фабрике. Ее муж был главным инженером в обувной фабрике. Из Днепропетровска эта обувная фабрика эвакуировалась в Иркутск. И через Бугуруслан, это пункт был в Советском Союзе, который собирал сведения обо всех эвакуированных. И там был зарегистрированный только я один. И они по этому адресу дали телеграмму. Я говорю, так подожди, мне же вот через две недели надо в армию вызывать. О, я пойду, говорит, к комиссару военкомата, и буду просить, чтобы тебя отпустили. И сестра говорит, хорошо. Пошла, значит, на ту станцию, где мы слезли с железнодорожной павловой. А комиссар говорит, военкомата, он уже зачисленное количество, которое нам дали, сколько мы должны отправить в армию, отпустить его мы не можем. Все. Он должен идти в армию. Но сестра понимает о том, что мы одиноки, а там иркутские родственники. И это город. И надо каким-то образом попросить, чтобы он нас отпустил. Два дня находила, на коленях падала перед ним, чтобы он меня отпустил, это самое, со спицкой, чтобы меня, это самое. Он говорит, мне некем заменить. У меня не хватает количества людей. Я не могу, это самое. Если я его отпущу, меня с работы выгонят, говорит, это самое. Но, наконец-то, отпустил меня, снял с учета, и мы с этого колхоза поехали. Нам деньги дали в колхозе, даже заработанные мною трудони по сегодняшний день остались в колхозе. И мы попали в Иркутск-2. Там есть Иркутск-1 и Иркутск-2. И я пошел встать на учет по инкоматам. Пришел, показал, значит, свои открепления, показал, значит, то, что у меня паспорт есть, и все. А мне говорят, завтра вы получите повестку, потому что в 25-й год, в 93-й год, призывается в армию, получая повестку, мы вас заберем в армию. Так и получилось. Я побыл два дня, и мне приходит повестка, что я объявился туда-то, туда-то, туда-то для отправки в армию. Меня в армию провожала Иркутская моя сестра. Мы пришли в назначенный пункт, значит, и людей было очень много, призывников. Стояло два эшелона, и была погрузка в один эшелон, но я не попал в этот эшелон. Потом началась погрузка в другой эшелон. В другом эшелоне, значит, я попал. И поехали. Поехали. Едем. Куда едем, никто не знает. Едем, 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 едем. Везут нас, везут. Или на запад, или на восток, никто не знает. Солдаты. Наконец-то мы проездили день, ночь, потом еще день. Наконец-то мы попадаем, и нас разрушает пустыня. Значит, никаких строений нету. Всех выгружают. В том числе и я вылез из этого самого, из поезда. Нас построили уже, как военнообязанных, так. И нам сказали, что вас привезли в Монгольскую Народную Республику. Хорошо. Монгольскую Народную Республику нажали. Пришли автобусы, и с этого пункта, где мы разрушались, нас повезли в военный городок в Монголию. Что такое военный городок? Ну, там есть несколько зданий и есть бараки. Построили нас, и подходят, значит, военные, и каждый себе воинскую часть, у них была большая нехватка людей, отбирают людей. Того отбирают в одну часть, в другую часть, а я стою, и не только я стою, еще несколько человек стоят. Все уже разошлись, подходит капитан и говорит, а вы все остальные ко мне. Хорошо. И повел он нас в барак. Барак. Знаете, что такое барак? Кровати нету, норы, и матрасы, набитые соломой, и подушки, набитые соломой. Все. Там расположена, значит, часть. Так, повели нас в баню, поменяли одежду гражданскую на военную. Так, разбили нас по взводам, и сказали, что это танковая часть, но при танковой части есть полк, истребительная батарея. Вот вы будете служить истребительной батареей. Это что такое? Это противотонковые пучки? Значит, там, ну, хочу сказать, ночью я, мне сказали на второй ярус, ложись спать, я устал, пошел в туалет, пришел, а все, кто там спал, значит, они сомкнулись, а куда мне, легче понятия не имею. Был дежурный, я подхожу и говорю, слушай, а где мне спать? Мое место уже занят. Ничего, ложись, а не подвинуться, никуда не дайнуться. Как я могу ложиться? Ложись. на второе место подошел, меня, помог мне, я прямо на людей лег, между ними, и они постепенно раздвинулись, и я лег спать, там, это, в Монголию. Ну, на завтра определилось, уже начали, учебы никакой не было, определились, значит, какая часть, командир взвода, командир батареи, вот здесь есть фотография, тут есть старшина мой, куда я делаю это самое? еще лучше, давайте, продолжайте, да. Я спотографировал, его забрал, Горейнов, я сейчас помню, столько лет прошло, старшина, хорошие пары, и этот капитан, командир, значит, батареи, Кардашов. Да, а так мы начали жить там. Основная наша задача была, это город сейчас называется, где мы были, Чайбулсан, а был Баян Тюмень, а Чайбулсан был президент Монголии, переименовали этот, Чайбулсан, он сейчас создал, был Баян Тюмень, в летние времена и осень, климатом похожий на израильский климат, жара летом сумасшедшая, растительных нету, ветры сумасшедшие, наступает уже морозы кончились, наступают теплые времена, и нас вывозят для того, чтобы рыть оборонительные сооружения города. Мы роем окопы, мы строим блиндажи, мы строим противотанковые рвы, почему, спрашиваем, для чего. Оказывается, что все время ждали наступления японских, в это время, это был 43-й год, это были бои под Сталинградом, и была договоренность между Гитлером и Японией, что если они возьмут Сталинград, Япония с востока будет захватывать Сибирь. Они поделили территорию Советского Союза, до Урала немцы, а Сибирь, все это японцы. И все время ждали, они сосредоточивали там свои войска, и все время ждали, что будет наступление японцев, потому что под Сталинградом было критическое положение. Мы знали, нам об этом говорили, так. Самое тяжелое, что было, что питание, ввиду того, что мы были нечистые все в действующей армии, фронтовиков, кормили нас по третьей категории. это полуголодное существование в армии. И люди не выдерживали вот это питание, и очень много было самоубийств среди солдат. Голодное. Не хватает. Я был маленький, мне хватали, а тот-то побольше, похрепше. Не хватало. И мы каждый год ездили, вот это оборонительное сооружение строили. так. Сейчас я вспомню, как было. Да, в полуголодном состоянии было очень, очень тяжело. Наконец-то все поменялось. Наконец-то, значит, в Западе наши стали наступать. Наконец-то пришел день победы. 9 числа нам объявили. 10 числа мы проснулись, вся боевая тревога. Значит, мы все выше у нас хранились машины, пушки, танки. Все были специальные эти самые места. Значит, выехали в район, в район, в район в Монголии. Выехали в район, приблизительно там, где были бои на Халкинголе в 38-м году. Японцы наступали и там были бои. И приблизительно в том районе нас повезли и сказали всем окопаться, закопать технику в землю. вот так. Это мы сделали. Значит, я был сержантом. Значит, все тонкости высшего командования не знал я. Только знал команды, которые давали. Мы закопали свои орудия, 45, 45, это самое, пушки 45 миллиметров закопали. И началось масштабное трехмесячное учение. Учение было с боевыми стрельбами, учение было с авиацией, то есть была подготовка к наступлению на Манжуре. Так, сейчас понятно, это самое было. Образовали фронта, мы были на Забайкальском фронте, было еще два фронта, Прибалтийский первый, Прибалтийский это Дальний Восток, где Владивосток были, а мы Забайкаль были, значит, и с Запада было переброшено 39-я армия, и нас с нашей армией 17-й передали 39-ю армию, это самое. И мы там три месяца жили в землянках, на земле, это три месяца, по-моему, девятого, девятого, три месяца, это девятого победа, не понимаете, июнь, июль, да, да, по-моему, девятого, девятого, девятого июля, у четыре часа ночи, значит, все части, собрания, личного состава, нас собрали, и командир наш выступил и говорит, что есть приказ перейти границу, значит, мы вам выдадим всем противогазы, выдаем, значит, запас, значит, этих снарядов, выдаем это самое, значит, и мы наступаем, значит, через там, это самое, не просто надо было пройти возвышенность Финган, называется это самое, это Суворов, наверное, легче проходил Альпы, чем можно было пройти вот эти горы, которые были, технику, надо было тащить на плечах, машины не могли ни подняться, ни опуститься, это самое, значит, там японцы, где мы шли, они нас не ждали, потому что непроходимые местность, вот тут написано там за форсирование Хингана, там за та-та-та-та-та, вот это мы проходили, так машины не могли, так мы солдаты лямки на плечи и таскали это самое, чтобы перейти вот этот Суворов, Кинган. Значит, а части, которые шли, ну, вообще, это очень длинный участок был, это самое лучше проходили войска монгольской народной армии, они на лошадях, и они проходили эти горы очень просто, а мы проходили горы очень тяжело, так было тяжело таскать это ужас один. И когда мы прошли этот Фингхам, значит, я не помню, сколько времени у нас это прошло, значит, мы вышли на равнину типа Украины, ровно все, растет растительность и все, но тут появились огневые точки японские уже, они там ждали, они там ждали наших, значит, наступление было стремительным, очень стремительное, значит, наша дивизия имела две танковые полка, два танковых полка, Т-34 танки были, так, был полк пехоты моторизированный, наш был, вот это противотанковый полк был, это самое, но вся техника старая была, это самое, например, машины, которые таскали наши орудия, это было здесь пять, это московские старые машины, когда все уже имели американские стадебекеры, а мы имели старые машины, значит, которые очень часто ломались, все, было очень тяжелое положение, это самое, значит, вот, когда Кинган перешел, вот, я сейчас не помню, точно, значит, появилась вот эта равнина, и появилась железная дорога японская, и японцы, значит, где-то севернее наших частей, там танковый полк наступал, и там был бой, и там какие-то части японские, значит, погрузились в эшелоны, и по этой железной дороге они это самое, ехали, и наши части, наш полк перерезал эту железную дорогу, захватил, японцы дальше двигаться не могли, так они, вот там три эшелона с техникой, минометы были, были такие маленькие у них малюсенькие танки, все, они стали тут разгружаться, разгружаться, потому что дальше проезда не было, и как раз тут была какая-то гора, вот я помню, и они всю технику на эту гору затянули, и с этой горы они начали обстреливать наши части, вот это и вот в одном месте появились, вот, как у нас танкетки, маленькие три танка, вот, я сейчас припоминаю это, и наш артиллерийский полк, где я был наводчиком, я стрелял, я нажимал кнопки, чтобы стрелять, это самое, и вот эти маленькие танки, против наших танков 34, как танкетки все равно, но они были на ходу, и они с этой вершины, где были эти самые, их винометная, там, пехота была, и все, и они двигались с этой самой, и нам приказали развернуться, и тут мы с ними, они даже не стреляли у нас, мы бы у них стреляли, и 45-ка вот это нашим, который я стрелял, насквозь пробивала их броню, такая у них была техника слабенькая, ну и вот там, я не знаю, это у них ихни минометные снаряды, значит, были раненые наши, я не знаю, от чего и откуда, вот тут в шее вот тут пролетел осколок или ихний, или от наших минометов, и меня тут задел, и, значит, появилась кровь, значит, никуда не, не это самое, не в госпиталь, никуда не ехал, у каждого был свой пакет, это самый индивидальный, а тут приложили, а тут перевязал, и вот это ранение меня потом приходилось уже, когда я окончил, пошел на пенсию, на Украине все, кто имел хоть какое-то ранение, проходили комиссию специально, это сам, для определения инвалидности. Закончилась война в Японии, и все, и все, части вернулись оттуда, откуда они начали отступать, мы в Монголию, вернулись в Монголию, значит, и началась демобилизация старших возрастов, ведь были люди пожилые даже, значит, всех расформировали, наш, где я был, вообще расформировали всех, это самое, и передали меня в танковую часть, где танки Т-34, и там, значит, я был этим, командиром орудия в танке, это повыгоняли стариков, осталась молодежь, и нас перебросили с Монголии, с Монголии перебросили в Россию, значит, станция дивизионная возле Улан-Удэ, там военный городок, значит, все, кто остался туда перебросили, и танки перебросили, орудия вообще ликвидировали эти, потому что это старое, не было новое, хорошее, это самое, но меня лично перевели командиром орудия в танке Т-34. Ахрышник Мирамир Хаман? Т-34 было. Значит, идет демобилизация. К этому времени я прослужил от начала с 43-го и это 45-й, да? 43-й, 44-й, 45-й. Значит, рядовых людей, которые солдаты были, моего возраста, демобилизовывают, а сержантский состав задерживают. И я остался служить командиром орудия танка Т-34 до 1950-го года. Я еще пять лет был в армии. Некем, почему нас не держали в армии. и меня демобилизовали только в 1950-м году, в апреле, в апреле месяце. А сейчас я в апреле день? Я стрелял очень хорошо. Слушай, значит, были занятия, учения были, так? Ну, и надо было на ходу, самое сложное это стрелять в танки на ходу, это самое. А я очень хорошо стрелял, потому что я был артиллерист, я очень метко и очень хорошо стрелял. И когда были учения, или что-нибудь, так я выполнял задание на пять. Отлично! И мне давали краткосрочный отпуск, давали даже это самое. И что потом было после войны? Когда вас мобилизовало? После войны, после войны, значит, наша семья, которую я вам говорил, значит, откуда мы уехали, там все было разрушено, они хотели возвратиться в свои дома, дома разрушены, все разрушено, и они начали искать, отец начал искать место работы. Он был торговым работником, и он начал искать это место. и я был в армии, я точно причину не знаю, и мне никто не свяжет, отчего он умер, отец, 50 лет, и я до сих пор не знаю это самое, не мог. Значит, его сестра моего отца с Днепропетровска забрала к себе в Днепропетровск мать, сестру, младшего брата. Старший брат нашелся, значит, он офицером был, он в зенитных войсках защищал город Горький и защищал благовечность на Дальнем Востоке. Он дослужился до полковника, он старший брат ослужился. Сестра стала учительницей это самое, но они оттуда, где погиб отец, где умер отец, они в том району уехали к сестре его в Днепропетровск. Когда меня дембилизовали, я написал письмо, что куда мне ехать, у меня родного дома нету, потому что оттуда, где они жили, они уехали. Это тетя Воля, тетя Воля, сестра говорит, Миша, приезжай ко мне. Приехал я. После дембилизации она приняла. Я сразу это самое, когда меня взяли в армию, у меня было восемь образования. Когда я приехал, значит, специальности гражданской никакой нету. Жить надо. Мне уже исполнилось 22 или 23 лет. В это время в Днепропетровске строится автозавод. А ты махаешь, откуда ты знаешь? Я его знаю. А? Я знаю этот завод. А ты что, дембитровская? Я жила там. А? Я жила. Жила? Да, но жила. А потом он стал вот этот южный, южмаш. А первым он строился как автозавод. А вас еще? Строится, требовалась рабочая сила. самое. Значит, я пошел в отдел кадров, чтобы оформиться кем-нибудь, что-нибудь. говорят, хочешь на курсе наладчиков станков? Токарных станков, это самое. Хорошо. Пошел, проучился, я там, не знаю, 3-4 месяца, и меня направляют в цех шасси и, значит, наладчиков токарных станков. Линия станков, 10 станков, они выпускают там тяги, шмаги, там все выпускают. Так, сейчас я... секундочку. Куда я пошел работать, знаю, что пошел. Так, я знал прекрасно, что без учебы, без образования я не добьюся ничего. Я там же был рядовой рабочий, как все. После 8 класса я иду сразу в 10 класс. В 10 класс чтобы 9-й за 9-й кончаю получаю аттестат о среднем образовании и иду поступать в институт в Депутровске. Значит, выбираю себе институт, где самая высокая стипендия, потому что у меня нечего жить это самое. Значит, пошел метеорологический институт. Я же на заводе работал и там цех закалки мне понравился. Думаю, ладно, это. Сдал документы и спрашиваю секретарь, говорю, сколько стипендий. Она говорит, почему такая маленькая стипендия? Она говорит, я говорю, мне надо повышенную, большую стипендию надо, потому что у меня нечего ни одеть, ни кормить, ничего, у меня это самое. Она говорит, если хочешь высокую стипендию, иди в горный институт. Я забрал документы иду в горный институт. В горном институте там действительно повышенная стипендия, там давали шинель, там давали ботинки, там давали пуражку. горном институте, так. Мне было безразлично, лишь бы что-то заработать, это денежки, так. Да. начал учиться, я ничего не знаю, потому что я так кончался 10-й, 9-й класс, что я не знаю ничего. но ничего. Значит, меня зачисляют, я иду литературу беру, это самое, сам начинаю учиться, это догоняю тех, кто кончил среднюю школу, догоняю и начинаю. И первый семестр я кончаю с повышенной стипендии. Давайте к окончанию. Почему вы приехали в Израиль и когда? Теперь я кончаю горный институт, я женился, у меня ребенок есть, это самое, я кончаю с дипломом отличием, с отличием кончаю, у меня есть право выбора по назначению, куда ехать, и все. Значит, я говорю комиссии, что я поеду только туда, где мне дадут квартиру. У меня семья, у меня жена, у меня ребенок, я поеду только туда, куда это дадут. Так, сейчас. И, значит, там был представитель, было министерство черной металлургии Украины, вне Петровске было это, и там в комиссии сидел представитель этого министерства, и он слышал мои требования, что я хочу. Я говорю, поеду куда хотите, только мне, чтобы квартира была сразу. и он это слышал и говорит, хорошо, выходи, мы с тобой поговорим отдельно. Но он говорит, ты в Кривой Рог поедешь? Я говорю, а кем, чем? Там хорошая работа есть, у меня там друг. 5 минут. Мне нужно, почему вы приехали в Израиль и кто был организатором? В Кровом Роге. И мы жили неплохо. В Кровом Роге. У меня двое детей. Каждый имеет работу. Кончили горные институты. Один и второй кончили. Имеют квартиры, имеют машины, имеют дачи. все имеют. И когда наступил период, что в Украине переворот произошел, вот Майдан когда-то был, предприятие почти полностью останавливается. В каком году вы переехали в Израиль? В 99-го. Или в чем это еще? В 99-го. В 91-м или в 99-м? В конце ноября или декабря. В 99-го? А? В 99-м или в 90-м? Да, в 99-м. В 99-м. В 99-м. Да. Значит, предприятие останавливается, значит, детям денег на руки не выдают. Вот как рассчитывали, вот старший сын, он достиг, там, главный механик цеха, он большие деньги получал, а потом они начали выдавать только на хлеб, а остальное они организовали кассу, сберкассу, и скажут, когда успокоится, тогда вы получите остальные деньги. Младший такой же самый, так? кушать нечего, детей одевать нечем, все, я на пенсии, жена на пенсии. нечемуся, себе ganчем, а нечемуся, навсів, эн qué 0 нечемуся,